Каким ты видишь свое будущее в России через 3-5 лет? Как ты это представляешь? Дальше не знаю. Вообще я хочу уехать из России. И жить больше. Ну, я думаю, что большинство... Очаков ТВ представляет Командувание 1-й стрелецкой роти 3-го окрема стрелецкого батальона просит вас У допомоги в придбанной крайне необходимого обладнания Радіостанции Моторола и комплект батарей Это очень важный внесок в поднятки боевого духа нашего подраздела И величезный шаг к нашей победе Слава Украине! Мы проможем О, привет! Четырехглазый! Здарова! Четырехухий! У меня четыре уха, но не четыре глаза Да, согласен Пока у тебя четыре уха, но скоро будет и четыре глаза тоже А почему? Если ты зрение сохранишь, конечно, до тех пор, пока очки... Потому что у человека после сорока лет, вне зависимости от всего остального, начинает портиться зрение Очки одевают люди по-разному Кто в сорок с чем-то лет, кто в пятьдесят с чем-то лет, кто позже, но так или иначе все одевают У тебя в Калифорнии как живется? В Калифорнии живется очень классно, в отличие от твоей Рязани, блин, ты знаешь, очень классно Да ты что, расширение научился качать? Нет, я удивлен, что ты расширение научился качать Ты хоть наушники себе нормальные купи, а не за пятьсот рублей Ну у меня есть, кстати, смотри, у меня есть наушники, смотри какие Это студийные наушники Ты такие себе позволить не можешь купить Ну да А вот есть еще вот такие, видишь? Ого! У детей взял, что ли? Нет, это мои наушники Насосал? Что ты мелишь? Давай пока, свинья Подожди, 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 что ты меня оскорбляешь? Я же тебя не оскорблял Вот животное, а? На всякий случай он меня назвал свинью и убежал Дурачок, блин, какой-то Привет Здравствуйте Ты блогер? Нет Чем ты занимаешься в чат-рулетке, тогда если не секрет? Да я сижу, спрашиваю людей Какие темы ты обсуждаешь? Ну, война А, войну? А ты из какого города? С Екатеринбурга Слушай, ну и что? Какой ты вывод сделала? Вот ты же с украинцами разговариваешь в основном, правильно? Да Какой ты вывод сделала? Что ты согласна с украинцами, не согласна? Если не согласна, то в чем? Можешь мне в двух словах рассказать? Я полностью согласна с украинцами Как сказать-то Типа, украинцы, они по сути такие же люди, как и россияне И они тоже хотят жить Ну, то есть ты осуждаешь свою страну за нападение на Украину, правильно я понимаю? Ну, возможно, да Ну, типа, нет такого, что, типа, за Россию, типа, там Такое вот Тебе есть 18 лет? Нет, 17 Ну, понятно То есть ты еще, как бы, голосовать не можешь? Нет Слушай, а ты школьница еще, да, наверное? Нет, я в колледже на первом курсе учусь На кого учишься? Графический дизайнер Классно С чем ты работаешь? Типа, CorelDRAW, да, что-то такое? Ну, типа Программы Или пока вы еще не работаете с программами, ни с какими? Нет, мы сейчас Просто, типа Как сказать-то Сейчас больше по Мы создаем какие-то Там Дизайны квартир Дизайны, там, магазины Что-то такое Ну, да, ну, а в какой программе вы создаете? Если ты графический дизайнер Ты же это в программе создаешь? Или вы прям Это делаете вручную на бумаге? Нет, это в компьютере все делается Я даже не знаю, как программа называется Там что-то на английском Ну, понятно Нет, ну, дело такое Слушай, как ты себя видишь вот в России, да? Ты Каким ты видишь свое будущее в России? Вот там, через 3-5 лет Как ты это представляешь? Дальше не знаю Вообще, я хочу уехать из России И не жить тут больше Ну, я думаю, что большинство Людей, особенно твоего возраста Кто с головой дружит Наверное, у них примерно у всех Одинаковое желание Понятно Ладно Уже Удачи тебе Если у тебя нет ко мне вопросов Я побегу дальше Да Нет, нет До свидания Всего хорошего Ну Нормальная девчонка И 17 лет По сути, еще Только вот из детского возраста Выходит Пессимистические нотки в голосе Естественно Ну Что абсолютно понятно По крайней мере, она задумывается О своем будущем По крайней мере, она Что-то хочет менять Это уже многого стоит Для России это Довольно нетипичное Для большинства россиян Нетипичное Нетипичный стереотип Подхода Или поведения Да Вот, но Это Это те люди За которых Не стыдно Да, их можно назвать людьми Все Здравствуйте Здравствуйте Из Виткива Я из Калифорнии А вы? Я из России Из Москвы А Но Украинском языке Вы Говорите Я не говорю Я пытаюсь Пока только изучать Украинскую Молу А Украинскую только А не Не украинскую Ну пусть так Пока еще Я не идеальный ученик А зачем? Для чего вы ее пытаетесь изучать? Для того же Общаться с украинцами Чтобы им было Хотя бы не так противно Общаться на русском языке Я понимаю Почему Неприятно Общаться на русском языке Почему Ну потому что Потому что Россия Это Страна агрессора И Теперь Любому украинцу Который живет Неважно где В Украине Или За пределами Украины Не хочется Ничего Никак себе Применять Вот этот Русский язык Хочется Сделать так Чтобы Как-то вас Менее Раздражать Скажем так Ну в общем Это логично Слушайте А вот У вас же Так сказать Очень малая часть Населения Мыслит Так как вы Почему Вы мыслите Вот в таком ключе Ну слушайте Я не знаю Ну вот так Я просто Разумный человек Размышляющий Имеющий там Какие-то причины Следственные связи Я пытаюсь там Логические цепочки Я пытаюсь там Сопоставлять Данные Которые я получаю Откуда-то Из разных Источников Ну вот Как-то так А почему Остальные Превалирующее Большинство Населения Вашей страны Этого не делает Как вы думаете Не знаю Не знаю То есть Для вас это загадка Для меня это загадка Для меня это загадка Те люди Которые Много лет Те люди Которые родились В Советском Союзе Как и я Скажем так Которые учились в школе И в школе Мы там В начальных классах Рисовали там Голубей мира И писали Такие вот Фразы Никогда Больше никогда Не повторим Лишь бы Не было войны Как сейчас Так происходит Почему люди Хотят все повторить И повторяют Мне непонятно Не знаю Понятно Ну вы знаете У меня Вопросов к вам Больше нет Если у вас есть Ко мне Задайте Нет Нет Я пойду Да нет Нет Это же Хорошо Вопросы Давайте Счастливо Счастливо Всего доброго Ну надо Лицо Это обязательно Закрыть Вот Женщина Из России Реально И Такие разговоры Могут быть Для нее Чреваты Вот Поэтому На всякий случай Лицо Закрою Счастливо